Девушки отдыхают Одновременно причем На самом деле В этой я больше проучился 5 лет проучился В первой школе Еще 5 лет 6, 7, 8, 9 И полдесятого я здесь проучился А потом меня выгнали Из-за неуспеваемости Пирсинга и длинных волос И своеобразной жизненной позиции Добровольно Добровольно-принудительно Я бы так сказал Я и так хотел уходить Школа была только рада От меня избавиться Я до сих пор считаю школу Рассадником зла Где уничтожают всех способных Талантливых И выращивают серую массу Что для государства И в целом роды хомо сапиенс Нормально и правильно А для талантливых индивидов Конечно губительно Ну меня задавить невозможно Поэтому я выжил Победил школу практически На самом деле я шляюсь По этим дебильным мероприятиям Потому что у меня Младшая племянница пошла в садик В этом году Впервые Старшая пошла в последний класс А племянник сейчас пойдет в первые То есть вот в один год Все это Лучше так Профессионально Все это вот так вот совпало В один год Поэтому приходится Вот посещать Дурацкие мероприятия Вот Это та самая школа Четвертая С которой меня выгнали Скажу всех опросил Скажи ты Какие у тебя воспоминания о школе? Мои воспоминания? Отношения вот к этим всем мероприятиям Ну спокойно Я бы не сказала Что прям с восторгом Но Как бы По-моему приятное мероприятие А само время проведенное в школе Полезно? Ну Какого-то ужаса По крайней мере Воспоминаний ужасных нет Ну Как бы Это неизбежное Сложное дело Ты не радуешься Как и я Что больше не надо в школу идти До сих пор Ну Не знаю Мне вообще нравится учиться Я бы не в школе Но где-нибудь еще бы получилось Ну Тут я согласен Вопрос стоит о школе О школе О школе Ну почему Учебный процесс Нет Это раз Нет Мы не сейчас говорим о школе Я не веду, что школа меня прям не напрягала никогда И не было ощущения, что это какой-то кошмар А у меня самый сверху вас приходит Потому что давно было И уже забыл, что как было На самом деле Школьные годы чудесные Нет Ну есть свои сложности Но какой-то там прям кошмар Мне кто-то говорит, что конкретно школу не любил Я Я не любил Нет, я в начальной школе ее любила Потом как-то больше равнодушна В общем, только отдельные предметы Ну да, потому что старались много учить того Чего неинтересно и не нужно А ей в итоге в жизни не пригодилось А время-то тратило Но все равно кругозор же был Кругозор должен быть В пару лет Чтобы не быть как американцы Мне кажется, 95% всего, что учили в школе Я вообще больше никогда ни разу не использовал Ну, я бы не сказала, что 95% У тебя же читать там научили все-таки, а? Ну да Ну, а? Считать не учили Нет, ну читать я умел до школы Читать умел до школы Считать, мне кажется, тоже в этой школе Дом можно учить То есть, в принципе, это главное Чему там надо учиться Ну да В остальном Не знаю, английскому Я помню, у меня в последних классах Уже учитель иногда оставлял Вести уроки вместо учеников Я уже к тому времени Много лет ходил к репетитору И хорошо знал язык Вот И меня иногда препод оставлял Прямо объяснять новую тему Такое бывало Вот Но это только по-английски Такое было Конечно, только такой был учитель Да, да Ну учитель, да, конечно Так себе было Ну я реально там объяснял нормально Я все равно лучше всех знал Вот У меня пятерки были По физре Музыке И английскому Вот Собственно, чем я в итоге По жизни и занялся Тем и другим и третьим А остальные были там В основном трояки По математическим Там физико-химическим предметам Вот И четверки там По всяким бытовым Типа биологии Там Истории И тому подобное Так что Способности видны Принципы сразу И Желательно их и развивать Вот Жириновский Где-то заявил Что у него в классе Все были девственницы До кончения школы Вы что можете сказать По этому У нас же Получается Три поколения Прямо Я с другой стороны Откуда бы ему Жириновского Что не спросил Да-да-да Его вот так спросили Проверяли В общем Вы считаете Что это Шутка По отношению К любому поколению Совсем поколение Ну я тоже думал Что в этом плане Ну там Раньше Мораль Какие же Слухи Какие же Соблазны Соблазны Если что Всякие нехорошие Все было Я вспоминал Свой первый класс А этот Твой Наверное Третий Когда мы 31 августа Приехали Занапу Поздно Поздно Ночью В новую квартиру Где никто Ни разу Не был Не Ну вот эти впечатления Остались Да Это я тоже помню И был И был видак Еще были Мультики А мы с того Сколько Первые два года Наверное ходили Вместе В школу Мне так кажется Ну типа Ты меня водил Не Ну и больше Хотя не знаю Может быть В третьем Мне кажется Уже Гулять Может быть В пятом Классе У нас Раньше Уроки Ну Пятый Это совсем далеко В пятом Я уже Первый За гитару Зел Ну когда ты был В третьем Я уже была В пятом А ну да Кстати Поэтому может быть Первые два года У нас совпадало Расписание А потом может быть У нас раньше Может быть На свое первое сентября Я помню Что мама провожала А потом Нас привели в класс Мы вот это все рассказали И для нас Четвероклассники Сделали спектакль Это я хорошо запомнила В актовом зале Ну как бы С моими силами Что-то там Про школу Мне на это запомнилось Я из первого класса вообще ничего не помню Нет Они всегда просто так делают И поэтому Приборы и кабинет А вас водили в первом классе? Нет В Харьков Была большая школа такая Сонарай Здесь первого класса Только двое кого Весь вниз запомнилось А вот саму линейку Больше я еще не помню Это на меня не помню Вообще не могу впечатлить Ну вот четвертая школа Где-то начиная класса С восьмого Хотя я был Мальчик воспитанный И вежливый Но своенравный И независимый достаточно Вот И меня классуха Очень начала не любить Несмотря на то Что у меня вообще-то Есть способности к языкам Она все время Мне оставила три по-русскому Вот Ну заваливала Только мне А потом Когда я пошел Учиться уже на Ильяс На третьем по-моему Курсе Да я вот про нее Рассказываю Который у тебя На пути истины Ну она и наставила На пути истины На самом деле Сам себя наставила А все равно Поставила тебе Хотя бы тройки Чтобы не мог Уйти Так я про это и рассказываю А потом на третьем курсе Когда у меня была практика Я решил вернуться И тереть нос Своей классухи И пойти Практику проходить Преподавателем английского языка Не срослось Мы с тобой Даже заходили к директору Помнишь Мы договаривались Она говорит Да хорошо Все сделаем Приходите в другой раз И мы уже будем все оформлять А потом мы один раз звонили А что-то ее не было Она была занята И потом уже Из-за этой идеи Профукалась Ну вот Я уже проходил практику Заочно На работе Уже Ну по-моему На третьем На четвертом курсе Вот Так что к сожалению Не удалось Побыть преподом Вот Но это сейчас у меня Опять такое Имидж неформальный А тогда как раз Я по-моему Постригся И выглядел Достаточно прилично Ну не знаю Может еще пойти Как вы считаете Учителем английского Заткат У меня кстати был Самый крутой учитель Ему на тот момент Наверное было лет 35 А мы были где-то Класс 8-9 Наверное Он был металюга Слушал металл И когда нас с другом Заприметил Такое О круто Вообще Вы такое Слушаете Мы к нему Там заходили С ними дисками Менялись Что-то там Все такое И он даже Приехал на концерт Я уже с группой Соляристов Раступал И он даже Приехал на концерт К нам В клуб Вот И даже нелегально Угостил нас пивом Хотя мне было Тогда лет Наверное 15 Или 16 Вот И он всю группу Угостил пивом После концерта Вот такой был Препод английского языка Очень крутой Дмитрий Леонидович Большой привет Кстати Тоже немец По происхождению По фамилии Сигфрид А ты кстати Послушай Да Он мне потом Предлагал ехать На Олимпиаду В Сочи Переводчиком А ты дурак Вот Но я дурак Да Мне что-то Это было на тот момент Интересно В 14-м году Это было потрясающе Красиво Вот Он по-моему Кстати Там сейчас так и живет И у него Ну Какая-то Лингвистическая школа Вот И даже из нашего города Я видел фотки Мальчики и девочки Ездят к нему То есть я среди знакомых Видел там Учащихся Вот Дмитрий Леонидович Очень крутой препод Больше того Раз уж зашла речь Об учебе То я и ни одного Выпускного Не отгулял В школе Которую я заканчивал Ну там был Скромненький выпускной И все Я поехал домой С родителями Отмечали Я не захотел Куда-то идти Тусить со своим классом И в универе Было то же самое Получил диплом И поехал домой А вся моя группа Там Две группы Или три Поехали куда-то На теплоходе Там на ночь Куда-то бухать Там по клубам Потом по каким-то Мне все было неинтересно Я просто взял диплом И поехал домой Вот так вот Раз уж 1 сентября Я уже что-то о мнении Высказал Мне интересно Что вы думаете По поводу школы По поводу 1 сентября Вот этих всех торжеств Праздностей И прочей херни Ну я не знаю Какие у тебя воспоминания О школе вообще Вообще С наступлением 1 сентября Я еще вчера Об этом задумался Вот И я Да Посидел Повспоминал Что какие-то Дни были В принципе И нормальные И строгие Ты до 9 класса Учился, да? Я до 9 класса Учился Вот Как бы радовало Всегда Когда ты учишься Ну в 2 смены Да? Особенно в первую То есть в первую Ты отучился Быстенько все сделал И пошел делать свои дела Вот Как бы во второй Немножечко тяжело было учиться Но могу сказать Что В принципе Как и везде Есть и хорошее И отрицательное Все Но Я же взял Это что-нибудь поинтереснее Можешь рассказать Гнобили тебя в школе? Не Меня не гнобили Были ребята Да Которые там Гнобились Скажем так Были и лидеры Как учителя к ним относились? К тем К кого гнобили К тем и другим Ну К тем К кого гнобили Они естественно Жалели Говорили Давай сдащи Отпор А те кто гнобил Учителя к ним относились Ну как-то Не знаю Закрывали глаза Я помню Наоборот совершенно У нас чувак был Его там просто До слез уже довели А училка ему Чего ты тут ревешь Блин Иди отсюда Иди домой Чего ты зашиваешься По школе Ну учителя везде А тех вообще Тем вообще не алло Ну я и говорю Тех в принципе У нас лично В классе жалели А те кто это Был такой постарше Похитрее Не обращали внимания Мне да Какие предметы Люди Биология ОБЖ Физра Математические Не или Не я Я в них Не силен Биологию Хорошо учился На пятенах Да Ну вообще Хорошо учился В среднем Ну среднестатистически Скажем Четверки Тройки Там мало Пятерки Ну а вы У меня последние Два года Школы были вообще Федериями Не хотели В 11 класс Брать Мне У меня поведение Было отлично Учеба у меня 4-5 То есть Вообще Не было никаких Объективных причин Меня не брать Личной неприязнь Директора Ко мне И соответственно У меня был Небольшой конфликт Но я каждый раз Когда видела У меня отворачивалось До сих пор Не здоровается Ну весело Мне было Я была белой вороной Поскольку Со мной мало Кто в классе Общался Считали меня Ботаном Я приходила На уроки Читала Вообще Внеклассную Литературу Я с 10-11 класс Прочитала Всего Акунина Я просто Приходила И молчала Мне говорили Мальцева Закрой рот Ты все знаешь Я вообще ничего не читал Ты много читал В школе? Я ревизор Только прочитал Все остальные Шляпы вообще Я пробирайся Литературу Я не читала Только войну И мир Я не читала Преступление И наказание Я так понял Ты в качестве Мести директора Хочешь привезти Ребенка своего туда Нет Я кстати Вот сегодня узнала Что по прописке Она пойдет в четвертую школу Да? Да Не в третью Слава богу Я счастлива Я думал Ты хочешь ее подговорить Чтобы она там Училась Спасибо Не-не-не Я сейчас Не хочу Ясно Ну а к торжествам Вот эти вот Там сейчас какие-то Официальные лица Выступают Ветеранов Там бла-бла-бла Ну я не могу сравнивать Потому что Раньше такого не было Я могу сравнить Только Ну так Чисто визуально Не На самом деле Тогда ветеранов Не притаскали Тогда линейка Быстренько построились Там какое-то представление С колокольчиком Побегали Все Пошли в класс Сказали Какое расписание Какие уроки Что необходимо Получить там Учебнички И все Ну это про четвертую Благодарю школу Да? Да во всех школах В принципе Один мая колбола Я достал и вторую И четвертую школу Я Да У нас так же было Приходили на линейку Сначала малыши Потом взрослые Стояли Минут наверное 20 Нам там типа как мини-концерт Кто там танцевал Избранные Кто-то там пел Тоже пару человек Ты танцевал и пел? Нет ни разу Я тоже никогда 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 Даже никто не предлагал Наверное Ваня пел Не я не пел Танцевал? Я стоял вообще там У меня не видно не было А у нас класс был У тебя это не сложно В принципе Из шоксианида Да не Но у нас в классе Там не я один Такого роста Ну так что Понятно Прятался за теми Кто на 2 сантиметра выше Ну да Ну ладно Все понятно Субтитры сделал DimaTorzok